Ребят, смотрите, как парнишка придумал. Собирает на мотоцикл. Молодец. У меня зовут Артур. Да, и я таким образом решил насобирать на мотоцикл. Вот это да! Еще одна вариация трюка. Так называемый привет Жан-дрот перерос в новое трюк от Грифмаса. Спасибо, Гриша! Немножечко, расскажи происходящее. Он на нас пытался отписать какая-то бабка. Непонятно за что, правда. Мы сидели, говорили о своем, а она начала нас уебываться. Все потому, что она с левого берега. Друзья, мы уже на таможне. Растаможу мотоцикл. Вот мы, красавицы. Идеальное состояние, как вы видите. Ребят, вы тоже написали пробник. Написал, отлично, цыган, как тебе пробник? Слушай, по мне так показалось очень легко. По правде, мне кажется, повезло с частью геометрии. Довольно-таки легко, ничего сложного. Конечно, нужно было вспомнить, потому что я два дня болел и ничего не делал, просто валялся дома. Короче, ребят, пробник оказался легким. Не надо было сильно париться. Мне понравилось. Ну, мандраж был. Да, посидели мы, конечно, отлично. По правде, я думаю, если бы не было, если бы была ВИЦАН, тогда бы махерово написали, чтобы мы бы не беседовали. Да, кстати, наша учительница выходила, приходила учительница физкультуры, мы все общались. Да, просто мы сидели такие, типа, вот, ребят, давайте пообщаемся. Она такая, так, ребята, не общайтесь, вас можно выгонять. И так, наверное, мне раз пять сказала она, то, что могут меня выгнать, могут, могли. Да, ребят, я с Цыганом вместе делал. Написали мы оба. Отлично. Ладно, ребят, сейчас, наверное, пойду домой уже. Посплю, а то не выспался сегодня ночью. Ребят, всем привет, сегодня суббота, 15 апреля, вот такая прекрасная погода. Сейчас с папой отвезем брата к бабушке, а с папой едем на мотовыставку. Там будет ветер, а больше не знаю, кто будет. Прям погода вот таращит. Кстати, вчера мне накупили много вещей. Спасибо огромное родителям. Кстати, папа сам сподверг поехать меня на эту мотовыставку. Мне очень приятно. Папа мне уделяет больше времени. Папа, спасибо тебе, надеюсь, ты это посмотришь. Ладно, сейчас везем брата и поедем. Что касается пробника, написал я пробник просто отлично. У меня всего лишь одна ошибка, и то в первом номере обидно. Там номер шестого, седьмого класса. Короче, вычитание обычное. А так, больше ни одной ошибки. Ну, я рад. Родители тоже рады. Надеюсь, экзамен напишу теперь хорошо. Как бы не сказать, что пробник трудно был, просто много подводок ко мне, типа того, что в заданиях был двухсмысленный смысл. Что я говорю? Сейчас вам объясню. Например, задание, надо было решить уравнение, а кто невнимательный и просто написал два ответа, а там пояснением было написано написать меньший корень или что-то в виде такого. Но я был внимателен, и у меня все получилось. Ребята, вы тоже приехали. Вон там дофига мотоциклистов. А это у нас салон БРП. Сейчас идем на выставку. Погода хорошая, наверное, даже теплоотделся. Блин, звук таращит. Ладно, идем. Ребята, смотрите, как много мотоциклов. Кавасаки, чекушка. Короче, практически все. Моцеледарно сейчас проезжала. БМВ, БМВ, лепота. Рейдли мотоциклов. Смотрите, какой джиксер красивый. Смотри, какой джиксер расцвет. Это К7 вроде. Да, К7. Сибирка литр. Жара, ребят. Стантовая эта машинка. Стантовая эта машинка. Ладно, на три, подбаркивай, давай, подбаркивай. На скальки ты. Стантовая машинка. там они тренируются блин просто рай красота у там мотовыставка а нет это торговый центр а где мотовыставка сама сейчас будем искать ладно прерываясь на маленькую базу потом включусь я царить как парнишка придумал собирает на мотоцикл молодец да и я таким образом решил насобирать на мотоцикл чтобы каждый человек был в кладе моего мотоцикла сколько собрался немного но сегодня первый день красиво нарисовал кстати я собираюсь заранее до конца и а какую модель хочешь ну долго но зато она есть я не двигаюсь и она когда я ее получу я буду просто с улыбкой ладно удачи тебе спасибо счастливо ребят на своеобразный способ но тоже парниши старается но и он и вместе я шел бы до работы сарить какие есть пушки просто как машина огроменные а вот это просто смотрите какой выхлоп самолет вольера колонки красота но все-таки моя душа лежит вот к той малышке сейчас он покажу поближе это honda сибирь rr 2011 год красавица эх ребят ждем скоро мне должны прийти мотоцикл ребят девчонки тоже приобщаются а бросила молодец ребят папа нашел мотоцикл своей мечты друзья мои надо проехать африка ну не знаю он считает что он универсальный типа можно ним по городу прокатиться понятно да все поняли меня да 2 часа награждения идите быстренько накатайте за 2-3 часа тысяча били приходите сюда посмотри сюда можно на светофоре стоять не этот кто говорит сколько у него литр до короче оставляю по ходу папа тут каждому свое ребят наши любимые дпс не к себе любимые такие бандура им покупают вот это были которые старые мотоциклы это реалитет причем у нас урал или восход к сожалению советской техники не очень хорошо разбираюсь народу просто как грязи по пути а вот тут машины еще есть милы какие-то у нас целевая цель короче цель мотоцикл мой тигр какой-то ребят бмв мой гадарин любите ребят смотрите какой красавец шелку сделан а из резины ребят а чё там двигатели перебирают или ся девочки двигатели перебирают бенели кстати раритетные мотоциклы сейчас тут быстро пробегаемся и идем уже смотреть как станет народ пропустили смотрите какой байкеров дуфига байкеров дофига ну еще раз делает делает гриша 360 на квадратно ипле а вот что встречается начинающим от фракционалов они трюки как точка от марата и рза заход круги параллельно Вот так каждый раз на площадке, когда встречаются стандрайдеры, они заходят в круги, здоровы, все понимают, окей, все, можно догадать, это безопасно, я же с тобой профессионал, а вот так, если ножки, значит вообще бро, потому что эти братья, Юрец и Марат, практически уже больше 10 лет вместе на площадках различных, в различных городах, Ваши аплодисменты, вашей волосы, для того, чтобы сделать такие крутые тренинги на мотоциклах! Ребята, встретился с Сашей, идем сейчас в зал, сегодня будет такая лайтовая тренировочка, ты шапочку мне взял? Да, взял, я ему и шапки, ой, и шапку, и тапочки взял, что тебе взял, Саша? Да, не знаю, что-то сильно заниматься, так, может поплаваю, немного взяли потренируюсь, и в сауну, я вот, например, да, хочу в сауну и поплавать, заниматься я не очень хочу сейчас. Ребят, вот уже пришел в зал домой, Саша меня проводил на парадной, просто позаймались хорошо, поплавали вот так вот, сейчас просто бам и спать, всем спокойной ночи. Ребята, вот мы с Димой приехали на... Куда мы приехали? На Бухареску. На Бухареску, приехали мы в торговый центр «Континент», в Мотопитер. Кстати, уже купил мотоцикл, завтра поеду его забирать из салона с папой, поедем его таможить. На улице сегодня прохладно, куда шпар за рта идет. Сейчас иду покупать чехол. Короче, рассказываю. Сидели мы с Димой спокойно в метро, напротив нас сидела бомжиха. Ну как бомжиха? Девушка без определенного места жительства. И просто без всякого начала нас просто крыть жестким атом. Я не понял, что происходит, просто угарнули и вышли. Ребят, это левый берег его? Да. Нас тут могут отмудохать, так что я убираю камеру. Встретимся уже в Мотопитере. Ребят, вот уже в континенте, поднимается на лифте. Немчишки, расскажи происходящее. Он у нас пытался отписать какая-то бабка, непонятно за что, правда. Мы сидели, говорили о своем, а она начала на нас уебываться. Все потому, что она с левого берега. Ребят, я вам хотел показать, кстати, мы с бактерией после шлем, сейчас даже вам его найду. Вот мой шлем. Айрох, итальянский. Как бы тут идет стекло, также идет защита от солнца, очечки. Не знаю, помню, так самый удобный шлем. У меня еще скидочка в Мотопитере есть. Что-то 5% на экипировку и 2% на расходники. Сейчас с вами купим чехол. Наверное, еще посмотрю замок на суппорт мотоцикла. Ребят, вот уже с Димой все купили. Попили кофе. Латте. Сейчас сидим в парке. Вот такой огромный парк. Сам континент пусть и огромный. Короче, маленький антбоксинг давайте. От Димы. Мы сходили, купили такой чехол на мотоцикл. Вот от дождя, от солнца, пыли и снега. Вот такой. Стоит он 2150 рублей. Вот в таком мешочке. Что полностью не раскрывать, да? Ну, короче, ребят, вот можно на картинке видеть. Он будет выглядеть вот так вот. Вот эта часть от нагрева. Также еще купили замок на суппорт. Замок Luma. Ключик к нему прилагается. Он был до этого в упаковке, но мы не выдержали, открыли его заранее. Ладно, сейчас, наверное, уже поедем домой, да? Да, да. Немного пейзажа. Конец. Ребят, мы немного в крае борзели. Чуть-чуть. Да, совсем немного. Нам лень от Бухарестка ехать до Ладошки. Мы заказали от станции метро до дома такси. Такси, да. Может, у него кофе сегодня? Можно, да. Правда, у нас денег немного, но это не важно. Ладно, ждем такси. Ребят, вот я уже дома, и он тоже дома. Нас до такси довели. До магазина, потому что у таксиста не было сдачи. Вот такой попался мужик. Серьезно, я не ждал, что вообще такой может быть разговорщий таксист. Конечно, он был не русского происхождения. Он действительно говорил, как умный человек. И говорил тоже умные вещи. Мне, кстати, надо стричь, чтобы он встретил уже как оброс. Сейчас, наверное, сделаю уроки на пятницу, потому что завтра у нас четверг, 28 апреля. Я с папой иду за мотоциклом. Из салона его заберу. Но он бушный. Это будет Honda CBR 600 F4i. 2002 год. Темно-синий цвет в оригинальном пластике, оригинальной наклейки. Я прям... Такая красивая. Ладно, сейчас я еще немного, кстати, переболевся. Сейчас сделаю все процедуры и буду делать уже уроки. Завтра также все буду снимать, как будем таможить мотоцикл, как его будем забирать. Обратно, наверное, уже поедем своим ходом. Я поеду на постановку, на учет папа поедет. Обратно, скорее всего, я уже поеду. Но смотря по погоду, вдруг дождь будет. Может, очень много эвакуатор закажем. Ребята, всем привет. Сегодня 28 апреля. 9 часов утра. Я с папой иду забирать мотоцикл. Погода градусов 10. Немного пасмурно. Только что недавно мы проснулись. Я еще не кушал. Так, чай попил. Сейчас заключим договор купли-продажи и поедем на культуру. Растомаживать мотоцикл. А нам там транзита дадут или чего? Не знаю. Потом ГИБДД регистрируют. Да, потом ГИБДД регистрируют. Если все, я буду успеем. Ребята, кстати, салон тут находится на Гранитный 51. Тут такой паркинг многоярусный. Ладно, идем. Ребята, вы тоже уже пришли. Смотрите, о, он там стоит синенький мой. Ждем продавца. Вот такой вот паркинг. А тут, кстати, наверное, будет что-нибудь строиться, типа такого же загона. Утепление, стены. Ну, возможно. Ладно, ждем его. Друзья, мы уже на таможне. Растомажу мотоцикл. Вот мой красавец. Идеальное состояние, как вы видите. Не знаю, в ДПС поем еще ставят номера или нет. Стоковый выхлоп. Помененная тормозная жидкость. Новые колодки. Что еще? А, масло с масляным фильтром поменяли. Короче, игунь, ребят. Не знаю, сейчас немного поправлюсь. Поставим его на учет. Наверное, на выходных уже поеду кататься. Не знаю насчет еще того, как снимать мото-покатушки. Но уже, думаю, насчет крепления нашлем. Смотрите, уже сделал вот раз. А из прошлого года у меня еще осталось два. Так что посмотрим. Ладно, сейчас растаможим. И, наверное, в ДПС поедем. Если что, к сожалению, это пятый дубль. У меня сейчас шалит карта памяти. Потому что она китайская. Надо купить нормальную карту памяти. Что касается мотоцикла. На учет мы его поставили. Застраховали. Что там получили? Короче, только осталось номера получить. Так как у меня мотоцикл из Италии. Там надо ехать в какой-то другой МРЭО. Ставить какой-то другой штампик. Короче, Россия. Что касается покатушек и обзора на мотоцикл. Это будет примерно через две недели. Потому что сейчас надо, что все устаканилось. Во-первых, мне надо к нему будет привыкнуть. Сегодня 150 вольнул. Блин, офигел. Вон он стоит, красавец. Я его сунул под брезент. Ну, чехол в смысле. Замок на тормозной диско-отдел. Вечером выйду. Наверное, еще цепочка к забору прикую. Боюсь. Люблю. Прям вообще понравился. Действительно. Цвет мой любимый. Синий. У меня есть скутер. Первый был синий. Мотоцикл. Первый был синий. И вот второй. Ну, как бы первый мощный мотоцикл. У меня до этого был Yamaha и Бернетт. Не говоря, скутер мощный. Ну, как мощный. 125 кубов. Ну, сами рассудите. Просто коробка передач. А это такой первый мой настоящий мощный мотоцикл. Прям очень мощный. Ладно. Сейчас будут делать уроки. Потому что у нас сегодня четверг. Завтра пятница. Надо сделать уроки все. Чтоб хорошие оценки были в аттестате. Ладно, ребят. Стремитесь к твоей мечте. И вы обязательно достигнете ее. Если будете каждый день делать маленький шажочек к ней. Вот я. Я хотел мотоцикл. Два года. Я шел каждый день к этой мечте. В итоге я ее добился. И вы добьетесь тоже всего. Ладно, ребят. Буду делать уроки.